Здравствуйте! Как вы? Сегодня мы продолжим нашу серию 36 и 6 самых нужных глаголов. Напомню вам, что в связи с возможной блокировкой YouTube в России, я рекомендую вам загрузить VPN, либо воспользоваться тем, что у меня есть страницы запасные в Telegram, в ВКонтакте и в Яндекс.Дзен. Ссылки на эти страницы вы увидите под видео. Итак, сегодня мы поговорим о глаголе ENCONTRAR. Глагол этот неправильный. Под ударением гласное О в корне слова изменяется на УЭ. Давайте рассмотрим. Presente de indicativo. Настоящее время. Yo encuentro. Tu encuentras. Él encuentra. Но nosotros encontramos. Vosotros encontrais. Видите, здесь изменения не происходят, потому что ударение падает на вот эту гласную, не на гласную О, а на гласную А. ENCONTRAMOS, ENCONTRARIS. Поэтому ничего не изменяется. Это гласное вообще-то имеет отношение к окончанию. ENCONTRAR. Видите, вот здесь вот. А не к корню. Поэтому это гласное не меняется. И опять изменение идет. ЭДЖОС. ЭДЖАС. ENCUENTRAN. Герундио от глагола ENCONTRAR будет ENCONTRANDO. Находя. Делая что? Находя. Окончание ANDO. И PARTICIPIO будет ENCONTRADO. Найденный. Давайте теперь разберемся со значениями этого глагола. ENCONTRAR. Находить. Первое значение. Найти человека или вещь, которую ищешь. NO PUEDO ENCONTRAR LA LA LAVA PERDIDA. Что означает. Я не могу найти, но PUEDO ENCONTRAR LA LA LAVA PERDIDA. Потерянный ключ. Ключ, который я потерял. Второе значение. Считать. Находить кого-то, либо что-то, каким-то, какой-то и так далее. Вот сейчас вы поймете, что означает находить что-то каким-то. NO LA ENCONTRAR LA 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 «Ой, какая она красивая!» А она отвечает «Ну, ла энкуентру, гуапа!» Дальше. «Encontrarse». Видите, это у нас уже возвратный глагол с частицей «se». «Encontrarse» — «находиться». «Находиться». Давайте разберем. «Находиться где-то» — значение. Вот, например, «Donde te encuentras en este momento?» «Где ты сейчас находишься?» Прямо сейчас. И человек отвечает «Me encuentro en Madrid». Либо можно сказать «Estoy en Madrid». Это будет означать одно и то же. «Я в Мадриде». «Я нахожусь в Мадриде». Следующее значение — «находиться в каком-то состоянии». «Como te encuentras?» «Как ты себя чувствуешь?» «No me encuentro bien». «Я чувствую себя не очень». «Что-то мне как-то не очень, да?» «No me encuentro bien». «Еще одно значение — «встретиться с кем-то». «No se encontramos en el bar de siempre». «Что переводится как «встречаемся в нашем баре». Ну вот мне не хотелось писать тут «встречаемся в баре, где мы всегда встречаемся». Либо «встретимся в нашем баре». Либо «встретимся в нашем баре», то есть в нашем, в том, в котором мы всегда встречаемся. А еще смотрите вариант. «Ой, me encontrado con Maria». Видите, что переводится как «сегодня я встретил Марию». Либо «сегодня я встретился с Марией». Но «встретил» и «встретился», в принципе, будет и так, и так можно это перевести. Но здесь, видите, «con» — «союз», «с» стоит. Ну что ж, а теперь поговорочка. «Como haces tu cama? Así la encuentras». Что переводится как «como haces tu cama?» Как кровать заправишь с утра? Así la encuentras. Такой ее и найдешь вечером. Ну вот это и все на сегодня. Всем спасибо, что досмотрели до конца. Еще раз напоминаю о том, что я открыл канал в «Телеграме», на «Яндекс.Дзене». И также у меня есть группа в «ВК», «ВКонтакте». Жду вас там на всякий случай, если заблокирует YouTube. Ну а кто, у кого есть знания, тот может поставить VPN и уже заходить также в YouTube. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова